результат очищения объяснение изначального сознания и тела храма поговорит когда покрытая завесами основа всего устраняется тогда это изначальное сознание подобно подобное зеркалу причем все то что видится это изначальное сознание не воспринимает как моё она никогда не прерывается и присутствует постоянно постигает познаваемое но никоим образом к нему не привязывается поскольку является причиной всех других изначальных осознавания называется телом истинной храма каи они цитаты примечания когда благодаря отсутствию привязанности к чему-то ни было и нигде не встречая препятствий ваджарная самадхи становится средством преодолевающим тончайшие завесы тогда после полной ликвидации основы всех двух завес в купе с привычными тенденциями неведения основа всего преодолевается прощается вспять и в тот же момент становится изначальным осознаванием будды подобным зеркалу смысл этого образа заключается в том что аналогично тому как в очищенном от грязи зеркале могут появляться всевозможные отражения так из осознавания которое подобно зеркалу наподобие отражения появляются три другие осознавания и совершенное сам хагакая в украшении сказано цитата поскольку из него возникают осознавание отражения называется подобным зеркалу конец цитаты хотя в этом осознавание подобным зеркалу и проявляются все остальные осознавания и все познаваемое однако отсутствует цепляние за них как за свое во всей своей широте она не имеет пределов и потому присутствует всегда будучи свободным от завес она лишена неясности относительно чего-либо познаваемого и поэтому не обращается к сознанию восприятие которого происходит за счет внешнего объекта в нем нет непонимания и потому постигает все познаваемое причем без цепляния за его внешний образ так в украшении сказано цитата осознавание подобное зеркалу не имеет своего беспредельно во всем постоянно присутствует решено неясности относительно познаваемого всегда без какого-либо явного пристрастия к нему конец цитата кроме того подобным тому как на неочищенной стадии сознания основа действует в качестве опоры для всех остальных так называемых состояния ума так на уровне будды осознавание подобное зеркалу действует в качестве опоры для трех других осознаваний в украшении сказано цитата осознавание подобное зеркалу недвижимо три же осознавания что основываются на нем суть равностная постигающая индивидуальная и осуществляющая активность конец цитаты таким образом поскольку оно является причиной определяющей характеристикой трех других осознаваний и поскольку порождает три остальные осознавания и самхагакаю а также цитата поскольку является причиной всех осознаваний подобно великому осознаванию источнику оно истинный будда совершенное самхагакая конец цитат так сказано в украшении это осознавание подобное зеркало называется дхарма кай причина причина этого описывается в собрании великой колесницы цитата поскольку совершенно очищенные качества будды это дхарма кайя который обретается после того как трансформировалось сознание основа оно так называется конец цитат и поскольку в тантре океана величественных небесных путешественниц сказано еще цитата основа всего осознавание подобное зеркалу оно дхарма кайя будды конец цитаты дхарма кайя это абсолютное и окончательное осознавание будды высшее достигаемое осознавание в котором все измышления успокоены и нет ничего воспринимаемого проявляющегося это недвойственность пространства реальности и осознавание так в сутре украшения света мудрости сказано цитата в подлинном изначальном осознавании нет самости нет проявлений и оно не видит ничего двойственного конец цитаты еще сказано цитата запредельная мудрость пражни парамита которая вне слов мысли и описаний нерожденные непрекращающаяся сущность пространства сфера опыта мудрости различающего самоосознавания ей матери победителей всех трех времен я кланяюсь конец цитаты бандит и ганам а е а и и и